Не все знают, что существует такое общество охраны памятников истории и культуры, которое объединяет всех людей, желающих свое право на культурное наследие реализовать, и общественные организации им помогают. У нас есть такая юридическая форма, как общественная организация, которая нуждается людям в своем праве на культурное наследие, на реализацию этого права, объединиться и достичь этой цели. Например, не далее, как вчера, идя по улице Кирова, увидев дом просвещения и надпись на нем, опасная зона может произойти, произойти обрушение фасада, то есть мы можем лишиться части культурного наследия, которое по конституции принадлежит всем людям. Причем не только этого, но и следующих поколений. То есть мы не имеем права обездолить своих потомков тем таким отношением к культурному наследию, которое ведет к его уменьшению, исчезновению и так далее. Перелистываю. То есть отделение Боопик. Вот два самых интересных персонажа, которые не все знают. Может быть, кто-то знает, кто-то видел. Кто из нас может сказать, кто из них кто? Это два очень известных знака для красноярской истории лица. Владимир Александрович, да, наверное, я не знаю. Это братья Годоловы. То есть это Николай и Иван. То есть Николай – это тот, кто построил нам детский мир. Иван – тот, кто построил, как сейчас говорят, стельхозинститут. То есть Николай Герасимович и Иван Герасимович. Николай Герасимович первый прибыл в Красноярск. И после большого пожара 1981 года, когда у нас улица Воскресенская почти вся выгорела, здесь они оперативно купили свои участки и начали строительство. Причем Николай Герасимович был купцом третьей гильдии и в Каннске занимался торговлей золотыми товарами, золотой промышленности. То есть ювелирными и так далее. То есть всем, что связано с драгоценными металлами. Он был купцом третьей гильдии, а вот дети уже были купцами первой гильдии. И почетными гражданами города Красноярска. И вот Николай Герасимович построил то, что мы сейчас называем детским миром. Ну, торговый дом Годолова, Николая Годолова, при помощи архитектора Лосовского. Архитектор Лосовский, он не был красноярским жителем и не работал в Красноярске. То есть его пригласили. И тогда был стиль, то есть еще модерна не было. И люди то, во что горастут. Следующий кадр. Вот, значит, план первого этажа детского мира. Ну, то есть торгового дома Годолова. Вот его фасад. Что я хочу сказать про Лосовского. Александр Александрович Лосовский, он был из Петербурга. То есть почти все, кроме Чернышева, архитекторы были из столицы нашей родины, тогдашней города Санкт-Петербурга. И Лосовский не является исключением. Лосовского звали Александр Александрович. Что интересно, кроме Дриженко, все наши архитекторы, почти все были Александровичами. Вот, начнем с Александра Александровича Лосовского, потом был Александр Александрович Фольбаум. Александр Александрович Фольбаум построил то, что мы сейчас называем горбольницей, которые сейчас благополучно превращают в какой-то частно-собственнический такой район. Следующий, Кандыр. Кандыр Александрович Фольбаум, в котором располагались казармы кантонистов. Кантонисты – это военные люди, которые там... Дальше в следующем. Вот, а вот это уже, значит, по диагонали. Этот переулок назывался... Кто знает, как раньше улица Кирова называлась? Кирова? Да. Это называлось «Театральный переулок», потому что на месте локомотива был... Тогда еще стоял театр, и по имени этого театра весь этот переулок назывался «Театральный». Это был театр Пушкин или? Там, где сейчас локомотив, был деревянный театр, который потом сгорел, и по имени этого театра этот переулок назывался «Театральный переулок». А тут был Почтамбский переулок, который переулся он. И вот на углу театрального переулка и улицы Воскресенской вот как раз был самый центр культурной жизни. И вот то, что построил Иван, вот этот более худощавый, более молодой сын Годолова, это вот трехэтаж... То есть это здание было двухэтажное, но оно и есть двухэтажное, но там еще подземный есть этаж. А это здание трехэтажного. Ну, у каждого этажа, понятно, есть подземный этаж, там его можно и четырехэтажного, а этот трехэтажный назад. А после того, как Иван Герасимович умер, и его потомком, и его наследником стал Петр Иванович, а Петр Иванович... Вот я вот обратила внимание, что тех, кого зовут Петр Иванович, у них очень хорошая и счастливая жизнь в управлении города Красноярска. Вот, например, Кузнецов, который отправил Сурикова в Петербург учиться, он был Петр Иванович. Значит, ну, Пемешкова, понятно, тут в этой же связи можно припомнить. И вот Николай Герасимович, Иван Герасимович, и вот у Ивана Герасимовича наконец-то рождается сын по имени Петр. Все, ура, ура, ура. Петр Иванович меценат, городской голова, купец первой гильдии и большой, ну, как бы Бон Виван, как иногда говорят, что любитель красиво пожить. То есть он был меценатом, он кровеческий музей спонсировал, он детскую художественную школу спонсировал, он художественную галерею спонсировал, он благородное собрание, то есть он во все, я не знаю, мне, я даже думала, вот что-то на него нашло, что он все это спонсировал. Вот, например, когда приехал Нансен, да, он не у кого-нибудь, да, останавливался, а у Петра Ивановича, ну, и его жены, то есть в их особняке. Петр Иванович, кстати, нашего Владимира Александровича Соколовского свозил в Италию. То есть Соколовский, он же был мальчик-сирота, вот он как и приехал в Красноярск, то есть вот у царской семьи была очень такая интересная, перспективная задумка, то есть они вот эту вот чехарду, вот этих лосовских фальбамов решили прекратить и решили вот этих вот детей-сирот выучить на архитекторов и как отправил, так и все, и с концами. Я считаю, что вот у нас Дреженко такие и Соколовский, которые дети-сироты, которые из сиротского института графа Альденбургского, которые закончили, вот с детства были на попечении у государства, которые потом выучились на гражданских, они были гражданскими инженерами. То есть архитектором стать, будучи гражданским инженером, не так уж большого труда стоит. То есть если ты умеешь фундамент рассчитать, если ты умеешь балку посчитать и нагрузки собрать, то что тебе там облепить фасад какими-нибудь кариатидами, еще проще, гораздо. То есть вот это здание построил, вот эти два здания построили заезжие. Это архитектор Арноид, вот автором как этого, так и женского губернского гимназия, рядом с которой стоит этот... На чем? На Миро. Нет, на Миро. Раддеев стоит рядом с... Женская гимназия. Женская гимназия. Это автор, тот же архитектор Арнольд. То есть вот это у архитектора Арнольда два произведения в городе Краснодарский. Это дом купца Николая, Александра, Ивана Годолова и женская гимназия. Прогимназия она назвалась. Прогимназия. То есть там младшая класса гимназий. Вот. А когда, значит, Петр Иванович вступил уже в права наследства, он решил вот этот вот фасад торгового дома реконструировать. И для того, чтобы придать ему более современный вид, он пригласил тогда уже ставшего губернским архитектора Владимира Александровича, а не все Александровича Соколовского. И вот Владимир Александрович, вот даже, вот, да, посмотрите, да? Ну тут не очень качественная фотография. По крайней мере, видно, что в Петербурге был дом Зингера. Самое шикарное здание Петербурга. Это мы сейчас знаем, там дом, как он, как он? Дом печати. Дом печати, да, там, с кружу, с этим, с шариком. И по-по-по-по... С стеклянным куполом. С стеклянным, да, куполом. И это самое шикарное здание Невского проспекта. В чем-то, в чем-то скопировал, сымитировал его формы, его пропорции. Вот, в частности, вот этот вот Эркер, вот последний, вот этот вот, четвертый этаж, видите, он был вот просто балкон, а он взял над балконом, видите, еще световое такое окно, и увенчал, вот этот вот люкарный убрал, а поставил вот такой вот купол, и очень... Который сейчас вас создает совершенно не в пропорции, да? Который, да, сейчас как-то по... Я даже не знаю слово... Ботопно. Как-то, да, вроде сымитировали, что купол, вот он, хотели купол, вот вам купол. Но у нас с куполами какая-то вообще, какое-то безобразие творится. Ну, в общем, вот эти два, можно сказать, шикарных здания, это последнее здание, которое архитекторы, ну, можно сказать, гастролеры спроектировали. Найте, вот купите, вы богатые, вы мезонаты, Нате, вот вам проект. Сделали по этому проекту и уехали. Да, давайте следующий дом. Ну, вот Соколовский, с помощью которого у нас в Красноярске более или менее стационарная архитектура началась, я думаю. Потому что не вот эти бесконечные череда сосланных, командировочных, там, гастролирующих, там, творческих, там, поработавших и уехавших, а просто на постоянной основе первые, наверное, архитекты, которые более или менее на постоянной основе. Ну, в общем, он в пятилетнем, вот, вот, вы знаете, я списки воспитанников вот читала, Эльденгурского детского приюта, Гатчинского, и там он с братом Львом был, то есть он был пятилетний, я не знаю, брат Лев был старше, младше, ну, по крайней мере, они воспитывались, Соколовский Владимир, Соколовский Лев. Я стала спрашивать, как сложилась судьба Льва, никто ничего не знает. Ты как мальчик из Витебской губернии, сирота, пятилетний, попал, а в целый императорский, сиротский приют, сама государственная императрица ходила на Пасху к уличею, приносила. То есть и Николай второй, там, и потом и второй, и Николай первый, и Александр второй, там бывали, и Александр второй. То есть императрица Александра Федоровна, которая настоятельница этого заведения благотворительного, это была жена Павла I, представляете, Павла I, и мать Николая I, и Александра II, Александра I, дождите, Александр I, Николай I. В общем, вот эта женщина, жена Павла Первого, которого убили, сын Екатерины, то есть она была настоятельницей, и она приходила и до самых последних своих дней, и куличи на Пасху приносила, и святки вместе с детьми исправляла, и постоянно наблюдала за их развитием. И думаю, как в такое элитное заведение. И Дриженко, кстати, этот же. Ну да, но это же нужно было, чтобы кто-то похлопотал, и это были дети только дворянского сословия, то есть имели право там воспитываться. То есть они были на полном государственном, это что значит, двора, видимо, его величество, двора, наверное, государство имело себя. Они сидели все полностью на бюджете. Причем, они очень хорошо содержались там. У них, например, было в обязательном порядке фехтование, конная езда, танцы, манеры, вокал. Да, то есть они воспитывались как настоящие... Перечислить те языки, которыми они владели. Вот это форма, допустим, форма одежды воспитанников Гачинского, Николаевского, Сиротского института. Причем назывался не приют, а институт. Вот наш Ольгинский приют, который находится на... Это отдаленная вроде реплика от Гачи. Еще и отдаленная. Ну, то есть... Дриженко, который тоже был воспитанником, он был на 4 года младше, Соколовского, он был тоже воспитанником этого же Сиротского института. И был тоже, как говорится, с фехтованием, и конной ездой, и иностранным языком, и всем на свете обучен. Он, конечно, хотел этим бедным детям, которые тоже остались без попечения родителей, что-то такое отдаленно напоминающее свою. То есть как-то утешить сироток, дать им... То есть там же были одни мальчики, там для девочек не было места. То есть воспитывались одни мальчики. То есть их воспитывали как будущих офицеров. То есть они должны... Видите, у них даже форма немножко похожая на военную. Даже не немножко, а изрядно. То есть подают шпагу, похожую даже... Нет, они играют. Это такие... Это как пальцово лить. Сорс, по-моему, называется. Вот, следующий. Или браться в кольце. То есть и Соколовский, и Дриженко. И, кстати, ну, по-моему, Фальбаум. Потому что... Ну, я дело Фальбаума не нашла, но дело воспитанника Соколовского и дело воспитанника Дриженко я нашла. Но я, кстати, обратилась к нашим... В наш архив и спросила, а может ли, например, наш архив купить копию этого дела? Потому что у нас, каким источником не обращаешься, очень какие-то расплывчатые такие. Вот он в Белоруссии. Думаю, а в каком месте Белоруссии он родился? То есть он родился, ну, как бы в Витеб... Сейчас это называется Витебская губерния. А город-то Режицкий. А Режицкий это сейчас, по нынешней географии, город Резикне. А город Резикне это Латвия. То есть он родился, Соколовский, в городе, который сейчас называется Резикне. То есть его там в пятилетний... Соколовский по вероисповеданию был католик. Который он отказывался, потому что у них же была православная вероисповедания. Ну, в этом, в этом, как бы, их воспитывали в русле православных традиций. Но так как католики, а куда деться? А между прочим, среди поляков был гораздо больший процент благородного сословия. Ну, в Российской империи они не были обделены. Я посмотрела, какой... А мы на эту тему не будем. Да. Не, ну вот как наша культурная польская автономия, что расскажите, как поляки страдали в Российской империи. Они были привилегированы относительно общей массы. Ну, если даже мальчик, оставшийся без папы, без мамы, и не осталось ни тети, ни дяди, никто его там не усыновил, никто его не взял к себе в семью. И, тем не менее, он же не на улице остался, а он в приличном, как говорится, таланты все свои развил, все свои эти. Он, говорят, даже и на гитаре играл, и на этом. Вот. И когда вот он прибыл, когда он прибыл в Красноярск, первое, куда он поселился, вот он поселился Ленина, 57, по-моему, сейчас, 67. Вот дом подрядчика телеги. Его сильно, вообще все переживают. И вот он, этот дом был обыкновенная бревенчатая изба. Ну, вот следующий кадр, там план этого дома. То есть он такой буквой П, вот он внутри как бы курдонерчиком, ну, такой как бы внутренним дуриком таким. Террасным. Буквой такой. И вот этот вот декор, который, как, рапетовский стиль, то есть этот вот русский, якобы, который мотивы древнерусского узорочья копирует. Вот этот вот стиль отделки, то есть вот этот вот обшивку, то есть бревна обшиты, такой, ну, вагонкой, или как сейчас называют, как сейчас это называется? Вагонка, вагонка. Вагонка сейчас сайдинг. Как как бы сайдинг, да. И наличники, подзоры, дымники, вот это все, декор этого всего в древнерусском стиле, это спроектировал Владимир Александрович Соколовский, будучи еще, ну, стажером. То есть он приехал, не имея своего, не имея своего угла. Вот он... Ну, это очень простая, приболинейная, прокляная... Ну, да, и не думать, что там сидели и резали. Это все приобретает такой законченный вид и... Ну, по крайней мере, это не безвкусица и каким-то этим... Нет, кто же об этом говорит? Мастер-свод и в том и заключается, что из простого сделать очень интересное. Ну, вот тут все фасады представлены, ну, например, какой вот этот оригинальный фасад, вот этот вот... В торцу, вроде торец, да, какой-то самый, что ни на есть, ни один из фасадов не оставлен без внимания, ни что... Сколько видов окон там, одно, да, окно с наличниками, с составнями, другое без стаинь, вот где-то там внизу двойное, сдвойное окно. Ну, пока я перебью просто так в качестве комментариев, сейчас очень много появляется отсканированных старинных альбомов. Типовые дачи, издания там шестого или девяносто пятого года прошлого, позапрошлого века. И вот листаешь с мельчайшей проработкой вплоть до типа обшивки, обшивки всех этих наклонных элементов, оконных, дверных и так далее. Столько вариантов... Где светильник повесить, как номер дома оформить. И все это на высокопрофессиональном уровне сделано, и очень хорошая графика. Прямо бери и перерисовывай себе на... Учись, да, и... И строю. Да, и повторяй. Просто эпоха такая, вот эпоха оставила след. Здесь он материализован в виде дома. Ну, конечно, это отсыл к шестнадцатому веку, то есть... То, к чему эпоха, значит, Александра Третьего, тогда была в большом почете, как бы, русская романтизм, национальный романтизм. То есть, хватит нам копировать классицизм, потому что классицизм – это античность, а античность – это Древняя Греция. Зачем нам копировать Древнюю Грецию, колонны Херувимы, когда у нас есть наша русская славянская стилистика. Знаменитая коллекция фотографий членов царской семьи в русских одеждах. Знаете? Да, да, да. Да, да, в народных костюмах. В народных костюмах, в роскошных народных костюмах. Красиво сделаны члены царской семьи. Была там мода. Игральные карты рисованы были. Вот наши русские классические игральные карты, рисунок скопировали именно вот с тех самых славяно-панславянских русских стилей. Да вот даже Дягилева взять с его русскими сезонами, он так это смачно подал в Париже, что все а-ля Рюс там и все балалайки начали осваивать, и начали там все пляски там танцы осваивать. Я не знаю, я даже спросила, говорю, а почему после Дягилева а-ля Рюс потом как-то сошло, сошло и сошло? Я думаю, куда оно делось-то? Если его прославили, если этот стиль сделали модным, актуальным, ну, как сказать, распространенным, известным, а куда потом? То есть в какой песок, думаю, это значит можно ренессанс этого всего в каком-то виде? Сейчас почему говорят русский там варвар, русский там неисторический народ, там еще прочие всякие нехорошие слова? В начале 60-х годов 20-го века мощный всплеск русских настроений. Популярнейшая мелодия «Казачок», которую до сих пор играют, она звучит. Женщины одели сапоги, уже русские сапоги. Сапожские русские? Нет, действительно, вот та обувь, которая носилась почти 50 лет женщине, сапоги, имеют основу именно вот от русского национального костюма. Ну, вот дубленки тоже говорили, что это тоже русская, это мало. Вообще меха. Вот эта танкистка британская шла в лисей шапке по Красной площади. Ну, вот как она? Трасс, лис трасс, министр национальных, где в Британии, которая приехала, фотографировалась на Красной площади в мехах. Тоже ведь у нее шапка? В те годы, а вот недавно. Месяц назад. Все, сейчас начну. Так, Люба, давай дальше. Ну, вот, это укропненный, как говорится, я думаю, что они аутентичны, но вот это дом... Литературный музей. Литературный музей, как он? Цукермана. Цукермана, да. То есть тут... Цукермана, а не Цукермана. А, дом Цукермана. Женщина. Она... Женская комедия. Сахарозаводчица, да? Нет, или... Ну, раз Цукер, значит, Цукер. Да-да-да-да. Ну, конечно, вот то, что он в дереве так замечательно себя проявил, что он так владел всеми видами, то он не только одной лепкой мог, но и резьбой там, и всеми конструктивными элементами. Вот эта гирька одна меня вообще умиляет, вот этот висящий элемент, да? Вообще, от Василия Блаженного там очень часто встречающийся элемент. То есть, вообще-то считается модерн, да? То есть, как бы, модерн, но в начале модерна были элементы, а не, как говорят, модерн с элементами готики. Думаю, а деревянная, но готика, ну, вот, допустим, дом Ксен, рядом с этой... Музыкальная школа. Да, рядом с этим... С костелом. С костелом. Деревянный такой дом, примерно в таком же, ну, более, конечно, скромно, не столько, как вот Цукерман, с шикарными такими элементами, ну, как вот это вот... Ну, что-то эта башенка, или... Она так наклонилась... Ну, дымники тоже такие, ну, то есть, некоторые элементы, вроде, привязаны к нашей зиме, а некоторые элементы, ну, вот, как готические, вот это шатер или, вот, например, гирька. Ну, то есть, можно так сказать, что это и эклектика, и готические тут есть элементы, и, вот, например, роза готическая. Может быть, конечно, душа его, как католика, к готическим этим розам, там, его... А в то же время, вот этот вот щепец, вот этот полукруглый, это чисто русская... Чисто русский... Ну, то есть, он был... Стрельчатость окон, может быть, придает такой акцент готический. Ну, и вот этот каркас, который выходит, вот каркас, и вот эта роза, ну, и, да, и встреча трельчатость окон, и вот этот вот элемент, вот это вот пропельное, вот это вот ограждение. Ну, тут, ну, мне даже так казалось, что Владимир Александрович был такой эрудит по части стилистики, что вот ему не терпелось, вот даже вот как он продекорировал свой вот этот дом, в котором они живут, в принципе, я думаю, он это сделал не на коммерческой основе, ему просто хотелось выплеснуть свои таланты. И вот он, продолжив дальше уплескивать свои таланты, мы знаем, на Ленина есть вот сейчас этот дом, по-моему, народного творчества называется. Это, кстати, тоже дом Телекина, по-моему. Нет, то ли Дмитрий. Дмитрий, вот этот. А Дмитрий был, кстати, подрядчиком, который построил Ольгинский детский приют. То есть, как бы там, если немножко покопаться, то можно и причинно-следственные связи... Да, давайте дальше. То есть, и готический, а вот теперь, значит, умирает Иван Герасимович Годолов и вступает, значит, Петр Иванович. Петр Иванович, который был таким нашим великим меценатом, свозил Владимира Александровича, ну, как бы, если верить нам некоторым источникам, в Италии. И после того, как они вернулись из Италии, вот было построено два таких очень похожих друг на друга особнячка. Ну, то вот, это вот детская музыкальная школа, в которой я училась. Которая сейчас в голубой цвет не пришла. Ну, в исходном. Да? Да. Было установлено путем соскобов, что истинная окраска была именно вот такая, которую привели его сейчас. Равно как и почтамт на Суриково-Ленине, на какой-то пожарной части. То есть, Гандаловой был желтенький, да, все-таки? Про Гандаловский не могу сказать. Неинтересно, да? Ну, сначала, конечно, был построен, наверное, Вере Гандаловой, то есть, жене Петра Ивановича. Что интересно, что вот не успел он, значит, построить в 13-м году, как приезжает, значит, Фретия Фнансен. И три дня живет в этом доме. А Фретия Фнансен, он очень интересный, вот мне вот эта его личность, кстати, сначала была вообще непонятно, думаю, он был сначала студентом, его взяли на китобойной, на Гренландии. Он сделал наблюдение, что льды, он какой-то в Гренландии нашел элемент корабля, на котором была маркировка нашего этого, Карского моря. Он думает, ничего, Сискарского моря до Гренландии, ничего себе, то есть, течение идет вот... Вращение шапки. Да, 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 то есть, он, будучи таким молодым студентом, сделал такое наблюдение, он в стортинге, или как это называется, в парламенте, убедил богачей вот этих, что давайте, снарядите мне судно, я вам сделаю экспедицию на полярный, и полярный полюс, северный полюс будет наш, норвежский. Ему, пожалуйста, пожалуйста, на тебе денег. Он поехал, значит, доехал до наших Новосибирских островов, вмерз в лед, и корабль начал дрейфовать, и по его подсчетам, он должен был самопроизвольно додрейфовать до северного полюса. Но он додрейфовал, его расчеты недалеки были от истины, то есть, он додрейфовал до земли Франца Иосифа, и все, и вмерз намертво. То есть, он встал на лыжи со своим другом, взял там несколько собак, взял повозку, и пошел на лыжах к северному полюсу, под мышку положил флаг Норвегии, чтобы первенство освоения северного полюса за Норвегией было. То есть, кто северный, я не знаю, может, у них какие-то пара, как бы, соображения были, но они считали, что кто владеет северным полюсом, тот, понятно, да? Это же центр фубы земли, то есть, и он, да, он с подмышкой, этим флагом, на лыжах поперся, я не знаю вообще. Ну, эпоха была такая. Ради красивого салфа. И, в общем, не дойдя там несколько градусов до этой точки, я не знаю, как он эту точку, там, по каким он там, по компасу или где он там вычислял. Так, я уже в двух, там, километрах, милях, там, аршинах, там, до этой точки, где он, а эта точка или там на 10 метров правее ли, я не знаю, как он эту, то есть, он должен был по компасу, по гироскопу или по кому-то там достать из подмышки, там, ага, оно, самая точка нашлась. Ставлю, сфотал, задокументировал, наша, думаю, Норвегия, такая маленькая страна, но они, на многое, что, конечно, там, на Шпицберген, вот как у нас, Путь на Груман, есть такая книга, а сейчас этот архиепилаг называется Шпицберген, является, ну, как бы у нас есть территории, на которой, там, есть, как бы, вроде, и те, и другие, вроде, права, там, вроде, соблюдены. И вот так вот, если от нашего, вот Таймыр, а сюда дальше, Новосибирские острова, потом будет Новая Земля, а Новую Землю сейчас хотят в Николай, я думаю, вот Франца и Осипа будет. Переименоваться? Да, то есть, Новосибирск, а Новосибирск, там, что-то там, остров пионеров, остров какой-то такой, весь такой коммунистического, так говорят, очень хорошие такие все, думаю, ну, хорошо, один остров, там, пионеров, другой, комсомольцев, третий, там, коммунизма, ну, там, вот такого, такого уровня названия, и все это вместе будет Николай, имени Николая. Ну, значит, эти все острова тоже переименуют. Ну, нет, ну, видимо, когда подумали, что, ой, еще столько... Ну, вернемся к этим. Да, вернемся к нашей архитектуре и к сохранению наследия. Вот, значит, дом Зельмановича и дом... Я к тому, что, значит, почему Петр Иванович, да, Петр Иванович считался меценатом, покровителем искусств, покровителем детской музыкальной школы, как и Краеведческий музей, судьба Владимира Александровича Соколовского, то есть, как бы, на многие стороны собрания живописи, вот, например, ему же Дарил. Вкладывался в культуру. Да, да, то есть, он на будущее, я думаю, я не знаю, может быть, он хотел стать дворянином, или, там, чтобы ему пожаловали какое-то императорское, потому что членов царской семьи привечали они. Следующий. Ну, так как видно очень, что очень узнаваемая структура архитектурного плана, то есть, центральная с куполом объем, то есть, входная часть. Кстати, вот это вот дом... А, это самняк Веры Годолова. А, следующий? Следующий или назад? Ну, а, а вот это у нас дом Либмана. То есть, это один из последних, то есть, таких очень уже крупных, таких произведений Александра Владимировича. А рядом с ним, с этим домом Либмана, мы знаем, что дом духовного братства. Давай, следующий, да. А, да, а рядом с домом Либмана, где у нас сейчас вот этот вот магазин Воскресенский, и что там было, институт какой-то, гидропроект, по-моему. Раньше был вот такой вот магазинчик, который повторял, ну, стилистику дома Либмана, и там даже во времена Колчака было министерство, так, чего там было, в Годосове, это, после... Магазин Володных Галантелей. При Колчаке помещал Бюро Партии Народной Свободы, в Годосове искалася комиссионные магазины Горсобес, здание магазина Саравирова, находился на улице Воскресенской. Ну, в общем, рядом от улицы Либмана, рядом... Из окна. Нормально? Да, я знаю. То есть, это показывает о том, что Соколовский был мастером не только крупной формы, но он мог и вот такой малюсенький особнячок... Столько декора использовал. Столько декора, то есть, он, мне кажется, не истощил. Берекметок у меня какой интересный, правда? Да, да, вообще красотный. Кстати, вот в доме Либмана окно, выходящее во двор, оно ведь витражное. А во двор, который... Да. И вот там такой красивый переплет. А никто не видит, да? А оно во двор. Можно обойти там, есть. Который на... Там можно зайти во двор. Училище, на вот это хореографическое, да? Ну да, с той стороны. Мы все-то на него смотрим как раз. Да, да, да. И такой маленький тротуарчик, да, вот, малюхонький просто. А, подождите, это получается на углу Кирова и Мира, да, сейчас? Вы сказали, Воскресенский. Нет. Ну, наверное, какую-то часть этого магазина, да, какую-то часть. А следующий еще какой-то был дом двухэтажных. Дом следочного, как он называется? Да, 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 вот этот вот. Сейчас вот Банк Енисея там был раньше, Кирова и... Ну, дом немецкой обуви и что-то там. Вот на месте этого, мы говорим. Интересно было отметить вот еще что. Вместе с Соколовским работал Александр Иванович Попов. Художник, художник, скульптор и вся любви, которая украшает и дом Годолова, музей Сурикова, и школу музыкальную, и музей, вернее, институт геологии минерального Сурьяна. Наглира рядом с милицией, напротив дома пионера бывшего, там вот эти вот кариатиды, как их назвать, и такая красивая лепка. А, это Кахановская, да-да-да. Да-да-да. Вот, это все выполнялось Попову. А он был сановочкой, да? Ну вот нет, он не сановочка. Для того, чтобы получить лицензию на преподавание в гимназии всего лишь рисования, он прошел очень длительный курс подготовки и сдачу серьезнейших экзаменов в Императорской академии художеств в Петербурге. Это написано в источниках, я читал сам, которые подходили чрезвычайно серьезно. Уж если ты занимаешься профессией, то занимайся и профессионально. Вот самое интересное, что на каждом магазине не просто староверов, а староверов и комп, и компания, то есть и… Нет, но это организационно-правовая форма, присущая той поре, по имени первого, так сказать, акционера называется. Ну а вот, между прочим, когда смотришь, читаешь искусствоведческие труды по модерну, там всегда подчеркивается, особенно переводная литература, что… Ну, модерн же существовал очень короткий период, только с Эфилиевой башней до начала Первой мировой войны, то есть где-то в 85-й тире где-то 14-го, где-то там лет 25, очень корот, ну, небольшой, небольшой период времени существовал вот этот период, существовал вот этот вот торжество стиля модерн. И думаю, и практически во всех странах, вот смотришь, модерн во Франции примерно тоже, те же мотивы, тоже трёх… Вот эта трёхчастность окна, вот окно должно было бы быть большое и такое из трёх частей состоящее. И там трёхчастность, даже вот серединка, это «Десю де Корт», или как он назвать, «Юкарна», тоже из трёх частей, то есть трёхчастность, вот эти вот пилоны по бокам, вот видите, как такие уменьшающиеся… Этот элемент, вот три глифа, вот этот вот удар кнута, вот этот вот изогнутый мотив такой, то есть смотришь и думаешь, как так, 25 лет всего просуществовал стиль, да, и в Австрии, и в Германии, и в Великобритании, и в Америке, думаешь, практически, думаешь, как так быстро, не без интернета, без телевидения, без журналов, которые можно так… Ну, журналы, с гравюрами, там, с этими нервюрами… Давай следующий… Ну, вообще, конечно, поражает, что ездили там, на лошадях, передвигались и в нашей этой глубинке, в Сибири, где всё киснет холодно, мокро и так далее, такие вещи каким-то образом появлялись, то, конечно, вызывает… Ни ЖСК, ни Жилищина, там, этих самых… Даже кирпичные… Только… Только-только начинались кирпичные, вот в эту эпоху, только-только начинались… А, да, я что хочу сказать, почему так быстро… Ну, вот по поводу дома Ксёнца, да, который напоминает дома Цукерма… Ну, это… Ну, национальный романтизм… Тоже назовем… Национальный романтизм… Только, естественно, это уже национальность другая, но уже не классика… И ещё пока не модерн… А модерн, как многие искусствоведы пишут, что модерн – это отражал вкусы третьего сословия, то есть это не аристократический вкус, то есть это не вкус аристократов… То есть это как бы… А, значит… Это новый… Это новый… Ну, как бы… Людей, разбогативших колхозников, как я говорю… То есть, людей, которые… Ну, вот, например, Герасим Годалов был крепостной, да, допустим, взял, на свободу выкупился, стал золотом промышлять… И быстро-быстро-быстро стали претендовать, что они уже и аристократии, и они покровители искусств, и они там театр содержат, и они содержат художественную школу, и они галерею, и самые красивые особняки – это их… То есть, они кто? Они, конечно, цвет общества, они… Самое, что ни на есть, аристократический, ну, наша местная, но… А так как стиль-то какой? Модельный… Ну, я не знаю… Вот был такой Лев Кекушев, архитектор, который весь центр Москвы застроил вот этими особняками, где сейчас… Торпредство, представительство этих… миссий иностранных, то есть все эти особняки, я не знаю, как только они, может быть, их национализировали или что ли… То есть, это самое роскошное… А он, особняк Ребушинского товарищ, горький, пролетарский наш писатель, достойно представлял аристократию нашу советскую… Мне кажется, аристократия и стиль модерна не очень даже… Ну, самый дорогой, вот если на единицу, то есть они, вот если их реставрировать, гораздо дороже, чем, например, какой-то классический, допустим… Ну, вот дорогой стиль барокко, то есть вот, например, у нас это Насурикова церковь… Вот у нас барокко только… что там… Воскресенская… Воскресенская – это церковь, которая сохранилась… Не, Благовещенская – сохранилась, Воскресенскую, сломали… И вот… Ну, Покровская… Это вот… На 9 января… На 9 января Насурикова и та, которая… где сейчас БКЗ когда-то… То есть БКЗ – это был самый старинный собор из них… Нет… Нет, не сам… Самая старая Покровская… Да? Ну, они были 18 века все, то есть 1700… Я вот думала, вот в Польше была, да… А не 16 век, думаю… Ну, а Краснояр 17 век прямо рядышком, рядышком… Ну, вот там 16-й, так он Махровый этот 16-й… А у нас… Ну, хорошо, если что-то от начала 20-го века там… Ну, вот две церкви 18-го века… А, например, церковь, которая на шахтеров – это уже классицизм… А классицизм – это 19-й век… То есть, вот в Каннске, например, церковь, она в стиле классицизм уже… А классицизм… Вот, например, мы были в деревне Большой Кемчук… Вот очень мало церквей в стиле классицизм сохранилось… Вот, например, в Каннске… Это Соколовский отреставрировал эту церковь, придав ей порталы в стиле классицизм… То есть, колоннами… То есть, вот… А? В Каннске… В Каннске… Ой, как он это забыл… Бывает… Спасский… Спасский собор в Каннске… У него там два портала таких… С треугольными фронтончиком и с колоннами… Ну, то есть, это прямо уже Махровый классицизм… Ну, классицизм… Считалось, что классицизм и православие – вещи несовместные… Потому что… Классицизм – это античность… Античность – это полиэтеизм… Это многобожие… Это то, что было до Иисуса Христа… Думаю, как можно форма… Которая будет… Там… Зев, Софины… Там… Парфенон… Как можно этой стилистикой изображать идею… Там… Иисуса Христа… Там… Троицы… Там… Еще чего-то… Думаешь… Ну… Поэтому… И этих храмов очень мало… И… Вот у нас, например, я считаю… Только… Этот… На Шахтеровках… Церковь… Ну, в общем… Только… Только один храм… В Красноярске есть… Который стилистику классицизма… Несет на себе… Тут храм называется… Троицкий… Троицкий… Да… Троицкий… Да… Все это… Я что хочу сказать… Давайте следующее… Ну… Ну… Чернышов… Это, я считаю… Вообще уникальная личность… Для… Города Красноярска… То есть все архитекторы… Были выпускники… Петербургского института инженеров… Гражданских инженеров… А Чернышов закончил Московскую… Московскую… Московскую академию… Так… Да… 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 В общем он… Он… Он закончил Московскую академию… То, что сейчас мархи… То, что сейчас называется мархи… Вот… И будучи… Будучи студентом… Он остался без меценатов… И он вынужден был зарабатывать своими руками… И он пошел прорабом работать… И вот… Лев Кекушев как раз строил по заказу Савы Морозова шикарнейшую гостиницу в Москве… То есть как бы… Москва боролась с Петербургом… За… Да… Ну еще пока столица как бы не эта… Но первопрестольная вроде… Но… И… Появлялись такие шикарные здания… И вот Лев Кекушев… По заказу Сави Морозову… Видимо пришла мысль вот такую… Такое… Такое… Капиталовложение сделать… Опять-таки… Модерн… Третье сословие… Манифестация… Утонченных кусов третьего сословия… То есть Сава Морозов тоже был… Не благородного происхождения… Ему тоже хотелось показать… Что… А я не благородного… Зато я круче чем те которые… Благородного… А они после 61 года вообще пошли под откос… Мне кажется… Кроме как за счет крепостнов… Вот чем отличается… Дворянин от… Дворянин от… Третьего сословия… Дворянину было запрещено торговать… То есть… Торговля… Все… Крест… Никакой торговли… То есть военная служба… Кстати… И кстати врачи были все дворяне… И очень многие люди… Допустим инженерного… С инженерным… С высшим… Ну… А потом когда люди… Из… Из народа… Стали показывать… Ну вот например… Приводится… Давайте вопросы классовые… Борьбы… Примерно… Да… Вот… Вот например Ломоносов… Да вроде… Вот вот… Вот оно тоже… Тоже третье сословие… Можно сказать… Тоже из купцов… Вот… И… И вот эта мозаика… Да… По мотивам… Врубеля… То есть… Там и мозаика… И… И… Эти самые… Скульптурные… И архитектурные… Чего тут… Каких только тут… Что… Элементов… Не… Тоже… Метрополь… Зал… В котором мы потолок смывали… Мы смывали… Э… Плафон… На котором было… Изображено… И… Йона… Вот это вот… 7-го ноября… Парад… 7-го ноября… Вот где… В 41-м… В 41-м году… На Красной площади… был парад, с которого вот эти участники парада шли прямо на фронт. То есть они уже в полном военном, как говорится, с полной военной выкладкой прошли, протефилировали, Сталин им помахал, и они пошли на фронт. И вот на плафоне было изображено, это смывали, там обнажались предыдущий слой какие-то нимфы, у меня есть сфотографированные эти нимфы, и нимфы им предпочли этой Красной площади, всем этим мавзолеем, предпочли этих нимф, которые, я не знаю, как мишкообразного, кто там их нарисовал, но кто-то нарисовал, но вот они историческую правду отражали. И я что хочу сказать, что наше Дом Духовного Братства, конечно же, Леонид Александрович, Владимир Александрович, Лосовский, Александр Александрович, Фальбаум Александр Александрович, я говорю, только один Дреженко, Сергей Георгиевич, все остальные Александровичи. Вот Леонид Александрович, видимо, набив руку и насмотревшись, и налюбовавшись на архитектурную композицию отеля Метрополь, он по его мотивам Духовное Братство. Давайте следующую. Вот оно, наше Духовное Братство, которое в простонародье называется Берюсинка, да? Ну, а вот это тоже интересно, это тоже произведение Чернышева Леонида Александровича. Значит, как он называется? Благородное собрание, да? Благородное собрание. То есть тут была художественная... Благородное — это сельхоз. А, или благородное... Это купеческое. Это купеческое собрание, да, это вот купеческое, а благородное — это дом офицеров, видимо. Давайте следующий кадр. Вот интересное. Вот это золотой якорь Вологда. Я вот подумала, столько общих... Ну, конечно, тут этажей побольше на один этаж. Ну, во-первых, вот эти вот акротерии. Они даже эти элементы на детском саду, вот этот, который Маркса 96а повторяются. Ну, это... Ну, вот эти вот... На торцах. На торцах. И вот эти вот... Завершение этих резолитов. Вот эта вот выступающая часть с балконом. Это резолит называется. И вот она... Вверху вот этот элемент называется «Артик». То есть вот этот чердачок такой богато украшенный, с выходом на чердак. «Артик». Ну, вот эта гостиница... Я ее когда... Да, вот этот «Золотой якорь» в Вологде. То есть моменты бывали, видимо, моды какой-то. Видимо, на этот стиль. Ну, я думаю, что тут... Как говорят... Заимствование. Просто заимствование. Ренис. С рисовкой, что вроде как... Да. У кого-то вот что-то промелькнуло такое. О, красота. Замечательно. То есть... То есть я посмотрела хронологически «Золотой якорь» раньше. Раньше, да. И у него там какая-то... Какая-то очень запутанная история, что там кого-то застрелили, архитектора, который там... Ну, что-то такое... нашли мертвого... Думаю, боже мой... Большевики, наверное. Нет, еще до большевиков. Что-то там какая-то дележка была на наследство. Ну, а вот это вот, конечно, лебеди... достижений народного... Ну, нет, как они-то называются. Макаревская ярмарка, наверное, да? В Нижнем Новгороде. Там были... Там была международная выставка достижений. Международная выставка. И он для этой международной выставки сделал павильон науки. И вот он этот павильон науки почему-то сделал в древнеегипетском стиле. И он этот стиль вот воспроизвел, когда вот у него идея появилась от этого краеведческого... Сначала же краеведческий музей в доме этого... Ну, который рядом с архивом... Как он там называет? На Каратаново. На Каратаново, да. Там же, там увешанный весь мемориальными досками такой особнячок. Сначала там были... Там Матвеевы. А Матвеевы, это были потомки... Последние, по-моему, еще. Меня очень удивило, что у Кузнецова было 50 приисков. Петра Ивановича, который отправил Сурикова Василия Ивановича в Петербург. У него было 50 золотоносных приисков. Ну, в основном, вокруг Каннска там. Я думаю, почему путешествие триумфальное из Каннска началось? Потому что, наверное, Удерейский район, сейчас Матыгинский, сейчас называющийся, вот все по-моему, прииски там были. И у Кузнецова, а потом почему-то шестеро детей, и никто его хватку деловую не... И потом приехал Герасим Гандалов, и у него стало 50 золотоносных приисков. Ну, вот интересно, что архитектор сказать хотел. Это же не модерн. Нет, это модерн. Это модерн. Использование египетского стиля, это модерн. Потому что египетское, потому что... Очень хорошая работа. Сильно, он повлиял. Написал по поводу этого здания Эдуард Михайлович Панов. Старейший архитектор города Красноярска, почетный гражданин Красноярска, ну, к сожалению, ушедший от нас два года назад. А книга действительно интересная у него в здании музея появилась. Рекомендую, она любит для вас. Я не приснила. Панов Эдуард Михайлович. Ну, мы... Кстати, Леонид Александрович никогда в Египте не был. Я не знаю, был ли он вообще за границей, когда бы то ни было. Но, может быть, он был слишком молодой, и началась советская власть, что так бы и съездил. Он же довольно молодой умер. Вот что характерно, что он бездетный. Ну, там, со своей женой жили-жили. Жили в этом особняке на Большой Кай... Ну, Марковского сейчас 27. А все, после их смерти. Сначала жена умерла, потом он... Видимо, национализировали без проблем. Да, и все. Вот такое наследие застраскалось. Ну, вот это он подарил. То есть он... Вот этот вот проект... Ну, вот, например, Дриженко подарил... Ольгинский приют. Бесплатно. То бишь, даром сделал. Чернышев подарил городу проект музея. И вот почему он так как бы горел вот этой египетской темой. Может быть, это была мода такая, дань моди. В середине же там какой-то... Сначала был фонарь, стеклянный купол. Ну, как в пассаже, да. То есть, и даже в этом... Ну, во многих... Конечно, нужно быть прозрачным. Да. Он планировался таким. Но поскольку достраивался уже в советское время, видимо, не хватило и знаний, потому что это очень сложно сделать, стеклянный купол. Тем более у нас земла, то есть снег все время падает. Ну, вот этот с аквапарком случай, что спроектировали аквапарк, он раз и не рассчитал снеговую нагрузку, вот что-то там. Ну, а вот этот его особняк, знаменитый замок Гурова, где как... Полностью он чем знаменит, тем, что он полностью без кирпича сделан из бутового камня. То есть из камня, который вот обычно только для фундаментов, а он полностью сделан, ну, по-моему, кроме третьего, кроме чердака, по-моему, весь полностью сделан из бутового камня. Ну, вот это, видимо, вот такими методами строили. Вот на горбушке носили кирпичи. Так, следующий. Это было. Ну, это вот я не устаю, конечно, восхищаться Чернышовом. Ну, вот одно слово, Чернышов художник. То есть Чернышов был не инженер, он был первонаперво художник. То есть он инженер по совместительству уже, строителем он стал по совместительству. То есть он изначально был художником. Не зря же он дружил с Суриковым. Не зря же он с Каратановым учился в одном художественном... Где он там учил еще? Вот не случись то, что случилось, конечно, судьба бы сложилась совершенно по-другому. И памятников построенных было бы гораздо больше. Так ведь? Пришло новое время, и самобытному архитектору реализовать себя становилось все сложнее и сложнее. Ну, вот он же вот это построил после того, как он эту Магаревскую ярмарку, то есть он заработал много денег на вот этой курькой, ну, как она там, Нижегородской ярмарке. И вот он на эти вырученные деньги приехал домой и сказал, что а теперь мы даже канализацию можем у себя. То есть у него единственного у кого, то есть у этих единственных был телефон у годоловых, у этого единственная, по-моему, была канализация центральная. Нет, у годоловых еще и свет появился раньше всех. Да, да, да. То есть они были мастера выискивать изюминки инженерного снастовжения. И вот, конечно, Чернышев и Соколовский, они не вызывают ни у кого никаких вопросов. То есть это наши два, две наши гордости, местные наши, жемчужины нашей Красноярской местной архитектуры. Но к тому, я к тому, что вот если взять наш весь реестр, вот я вот его читаю, процентов 30 всего, что занесено на охрану, это могилы, например. Ну, как бы, что-то как-то грустно. Процентов 10? Конечно, надо разводить памятники квартиры жильцов. Почетные, да? Это тоже памятник. Но мне он, честно говоря, неинтересен. Ну, дом, где жил Затенко... Захоронитель революционера. Ну, тоже любое захоронение свято. Мне это неинтересно. Да, да, да. Мне интересен образ, вот, стоящий. А судя по тому, вот, например, Мира 85, да, вот этот дом, этот дом, это последнее, что мы можем, так сказать, за Соколовским в нашем городе. То есть, это последнее по хронологии, что из известных... А что тут Мира 85? Ну, санитария, гигиена. Чего? А, да, 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 да. То есть, вот оно какое-то в каком-то таком странном состоянии, что... А это жилой дом? Это же жилой дом, да. То есть, вот люди попробуют на весь, на их шею еще и реставрацию, там, и восстановление этих балюстрат, там, и кариатит, там, всех этих, они же, наверное, повесятся. Я не знаю, наверное, какой-то другой должен быть принцип. Ну, вот почту, почтам же как-то отреставрировали. То есть, каждый раз какой-то находится супер-мупер способ, чтобы отреставрировать какое-то здание. Супер-мупер. Раз, и универсиада. Ура! Дали денег. Отреставрировали. Хорошо. А он снова облез. А это санитария гигиена снова. А как жутко на этом самом... На Робеспербом... На Миром он жутко. Где там колбасы-то? Вот это розовое здание Большое Соколовское. Перекресток диктатуры. Вот это она и есть. Жилой дом. Вот этот дом и вот этот, где колбасы-то этот, который на Робеспере. Колбасы. Эти два дома просто мимо идешь и думаешь, мап, моя родная. Думаешь, ну это же объект культурного наследия. Вот даже почта... Ну, кстати, госпиталь вот в этом же его же переделали. Вот этим летом его переделали, соскабливали двумя годами ранее на черную краску. Потому что такими жуткими, как, грубо говоря, лафтоки с такими заворотами, махнатами. Да-да-да-да-да. Особенно вот эти элементы, которые... Балкон вот этот круговой, который нависает там на... Может обрушиться, как они напишут, может обрушиться часть фасада. Будьте осторожны, три метра вам... Вот это загадка, конечно. Дом просвещения или Дома учителя, как его у нас Риды его называют, одно из самых ярких зданий в городе. Причем сохранившее свою первоначальную чистоту, вплоть до того, что там элементы мебели сохранились внутри здания, поскольку она всегда была Домом просвещения. Там шкафы какие-то, Ну, да, один из малых, кто не изменил ни детская музыкальная школа, там, конечно. Вот. И уже лет шесть, наверное, это здание закрыто, окна становятся все мутнее и мутнее, не может... Появились предупреждающие таблички о том, что велико вероятность обрушения. и никто ими занимается, и никто не может ответить, что с ним будет дальше. Нет, у нас есть на кого можно собаку везти, служба по государственной охране, да? Они говорят, ну, нет же денег, вот, допустим, но нет же, допустим, а нам-то какая разница, есть они, нет они, а вы делаете, чтобы они были? Я какое-то разочарование испытываю, приходя туда, я, ну, за редким исключением вижу там людей, которые очень формально подходят к выполнению своей работы. Они делают работу в раках, да, самая беда, там нет историков. У них, по-моему, последнего археолога уже оттуда... Про археологов я не знаю, нет творческих людей, там юристы, которые работают по шаблонам, по схемам. Можно, нельзя, можно, нельзя, нужно, не нужно. Без души. Ну что, они ездят на кладбище, там травку дергают, вот мы провели субботник. Как хорошо, как мило. А то, что рядом, наискосок от них, мотариус садится на дом, гимназий, в детский сад. Все разрушается и разрушается. Нашлись люди, которые готовы, готовы его привести в надлежащий вид. Сделали часть работы, поменялся собственник. Собственник и другие правила. Или, ну, к сожалению, у нас, у Пушкина есть такие, все мое сказала Злата. Все мое сказал Булат. Все куплю сказала Злата, все возьму, сказал Булат. Вот по этому принципу либо отнимают, либо покупают. Отнимают, покупают. Вот построено наше отношение к стране. Может, писать петиции? А так как у нас... Петиции. Надо, чтобы их слушали. А служители будут... Извините. Как их заставить это все послушать, то, что у нас конституционное право есть, которое нас как бы наделяет правом, то, что мы имеем право на культурное... Любой гражданин имеет право, и любой гражданин обязан заботиться. То есть, мало у нас там служить в армии, платить налоги, и обязан, каждый гражданин обязан заботиться о сохранении культурного наследия. А что? не просто платить налоги, а платя налоги, мы в том числе финансируем работу по сохранению объектов культурного наследия. А вы, распоряжаясь полученными от нас налогами, должны и эту... Сколько вы... Вы же волком выли, или волчицей выли по поводу домов на Марковского Перенсона. Рядом с технологическим институтом. Кричали, кричали, плакали, пикеты становились. Все. Как в другой сказке Васька слушает, да есть. Там еще интересная была ситуация, меня лично поразила, когда мы начали писать везде, в соцсетях, в фейсбуке, реакция людей. Люди говорили, а зачем нам это стоило? Нам зачем... И вот даже было грустно не от того, что там администрация и так далее как-то там реагирует или нет, а что люди говорят, нам это не надо. Это же все рухлядь. Это же давайте как один говорит, унитаз, унитаз, давайте, говорит, старые туалеты эти деревянные спасать. То есть у людей было ощущение, что деревянный туалет старый, что вот такое здание одно и то же. Вот. И я считаю все-таки... А что я буду жить с этой бабкой? Она уж немощная совсем стала. она почти под тебя ходит. Дай-ка я ее сдал прием. Будем серьезно. Нет, но еще это подход тот же самый. Это все-таки, ну как бы, с одной стороны... Но что хорошего было в этой ситуации, что когда мы выдержали весь этот поток помоев от простых граждан, там... Амелькин и Лопатин, Лопатин и Амелькин просто шокировали вообще своими перлами. После этого начался какой-то перелом, не знаю, то ли журналисты стали говорить, что люди начали какие-то говорить, да, ну действительно, нам это же наши культурные наследия. Варламов там даже в 10, в топ-10. Варламов там, да, что-то там, хоть он как бы, у него там своя, конечно, песня, специфический товарищ, но тем не менее, и появилось какое-то понимание, что, ну да, наверное, культурное наследие, ну там, ну что это какая-то наша, не знаю, выразительность нашего города, туристическая привлекательность. Я ходила к Акуратову. Мне, мне, как сказали, идешь, к этому волонтеры наследия, волонтеры культуры, такая организация есть, и с ними заключаешь договор. И они, как ты хочешь какое-то мероприятие провести, они тебе обеспечивают людьми. Есть определенное количество людей, которые не возражают поработать на благо общества, что-то интересное узнать, что-то там с кем-то познакомиться. Они вот из-за этих альтруистических вроде мотивов готовы там работать на каких угодно. я говорю, давайте... Давайте разработаем перед фотокамерами. да, да. Здорово. Давайте разработаем какие-то планы, мероприятия по спасению. дадим реставраторов с лицензиями, придадим этим группам. Есть же такой фестиваль в Иркутске происходил, в Самаре, вообще во всей европейской части уже, по-моему, охватил. Говорю, давайте в Красноярске такое. Ну, вы сначала договоритесь, определите круг зданий, которые разрешают службы по государственной охране, вроде силами волонтеров там что-то делать. Я говорю, давайте благоустроим территорию, давайте мусор уменьшим, давайте какие-то там расчистим здания, не являющиеся культурным ценой. Есть ценные средовые объекты, такая формулировка ценный средовой объект. То есть здание красивое, но оно, допустим, в реестре не значится, но оно в историческом плане представляет из себя какую-то стилистическую или историческую цену. Ну, вот мы его и давайте. Вот в чем ты бы сформулировала ценность для простого гражданина, в чем ценность старинных вот таких зданий? Почему нам нужно их сохранять, из них бороться? Нет, ну, говорят, что, ну, вот, допустим, человек прожил 80 лет, да? Ну, хорошо, если 90, и нету человека. А если он, допустим, не словоохотлив был, то родители, то его дети, допустим, и не знают, что там было. Если он, например, вот как вот у нас многие дедушки такие были молчаливые, я, например, как, например, мой дед, ну, расскажи, как ты воевал, ну, расскажи, как ты там, чего ты там на войне видел. и молчит, и там, или что-нибудь начнет, там, я говорю, шинелку, 4 года не снимал, я думаю, и что дальше, что? Ну, и как вот, вот, ничего такого конкретного, вроде ему, как бы, нет слов, он не обладает запасом слов, и не обладает, там, возможностями красиво это все пересказать, или боится, или что-то там, я не знаю. Ну, думаю, все, это поколение умерло, а нашему поколению, или там, на Украине, тому поколению можно по ушам ездить, сколько угодно, и что угодно рассказать. Вот у нас, например, 30%, вот всего, 30% всего, что занесено в наш реестр культурного наследия, это могилы, связанные с колчаковскими репрессиями, а иркутский памятник Колчаку, и получается, что получается, 30% уже спокойно можно не считать столь уж важным наследием. Замечательная инициатива, которую вы проявили, вот проведя подобную лекцию, я хочу сказать. И это дело надо раскручивать, надо продолжать. Я даже думаю, может, на каком-то более уровне, там, даже на том же... Не надо про уровни говорить, надо просто делать мило. И когда будет тесно здесь, оторваться, тогда и начнется, выйдем по стадиону. Потому что я сама, чем захочешь, мне относятся, надо же подытожить чем-то, какую-то, какую-то сделать, ну, жизне спаситель, как сказать, жизнеутверждающую ноту в конце поставить там и призвать, и сказать, а теперь надо то-то, то-то, и все идем там, убьем Филиппа или там, куда-то идем. Без старый красноярец, то, что он старый, относительно, он у меня младше, лет на 20, он из потомственной среды интеллигентской, сам, он листал альбом, который я ему показал, альбом моих фотографий, и он, выросший в Красноярском, я открываю для себя новый город. То есть, как посмотреть, под каким углом, под каким освещением, и ты увидишь в старом каком-то домишке что-то такое, что никогда не замечал, а делает ее привлекательно. Знаете, как вот иногда у женщины глаз блеснет, молния проскочит там, и чувствуешь себя так. Проводя подобные лектории, можно пробудить интерес у людей к сохранению культурного наследия. Даже если они просто пробудить интерес к этому. Кстати, об экскурсиях. Вот у моей дочери, ее сокурсница, грант получила. Небольшой, достаточно для того, чтобы организовать пешие прогулки по Красноярску, экскурсанты в наушниках, и там разыгрываются какие-то спектакли. В Краснодаре уже давно эта тема существует, три года назад. вы знаете, вы знаете, вот она запустила этот год как, и у нее все время люди, все время люди, все время люди, с большим интересом ходят по одним и тем же местам, по одному и тому же, и стоптали, наверное, все. Там аудиоспектакль, в котором ты как будто принимаешь участие. Ну, это же здорово. Это же пробуждает интерес. Конечно. Это же... У нас тоже экскурсия 8 марта, продолжение, в общем. По сути, можно будет уже посмотреть на эти издания, которые мы сегодня там слышали, но там немножко другой ракурс, там именно больше про стили 8 марта. Ну, вот духовное семинарие, я, конечно, вот неповторимый вот этот стиль, он, конечно, очень, наверное, редко встречается. Во-первых, не штукатуренная, не надо красить, не надо его там особо... Я все, я все мира 85, для меня это мир 85, это сентрегиена, ну, ну, красота ведь неописуемая. И столько проблем, он же вот как в этом, в капле океанской воды, вот весь океан можно увидеть. А вот интересно, там со стороны диктатуры, задней же геобразной, дверь, проем, дверной проем и слуховое окошко выше. А, да, я по-моему, магазин. И там ни разу, вот на протяжении почти столетней истории этого здания не мылись окна, не красились, не красился переплет, он уже такой серый, деревяшка, истрескалась, так колоритно это выглядит, такая грязь вот за 40 веков. Кстати, вот ты говоришь колбасы. Тоже там какой-то ювелирный салон или косметический салон с таким броским названием по-черному. Нет, напротив. А арти или что-то подобное с такими золотыми блестящими летящими буквами написано богато, а сверху окно такое же не мыло, такое же грязное. Вот контрасты такие. Спасибо большое за век времени, было очень увлекательно. Предлагаю погреть чаю и попить. Спасибо.